Привет, с вами Иван, и сегодня я расскажу о длительностях музыкальных нот, о темпе и о музыкальных размерах. И это вторая часть, дополнение к первой части видео, где я рассказываю о тактах, длительностях нот и всем таком. Посмотрите сначала его, пожалуйста, если вы его еще не видели. В этом видео я проговорю про замечательную программу Guitar Pro, о которой я в прошлом видео, собственно, упомянул, как о средстве для правильной записи длительностей нот при помощи таблатур. Открыв Guitar Pro, который, кстати, можно скачать бесплатно демо-версию с остального сайта, ссылку я даю в описании, и нажав новый файл, вы видите вот такую вот картину. Здесь нужно ввести информацию о будущей песне, о будущей таблатуре. Собственно, ничего тут особенного, на ваше усмотрение. Далее появится вот такая вот пустая поляна. Нажимаем дважды на значок ноты и цифру 120, появляется выбиралка темпа. Здесь можно его задать в битах в минуту, о которых я в прошлом видео говорил. А нажав на значок гитары слева, появится вот такая вот выбиралка, где, собственно, наша гитара, ее тип, ее строй из выпадающего меню тоже выбирается. И здесь практически настроить можно все, что угодно. Ну, давайте же вернемся к нотам, к таблатуре и к нотному стану. Я тут расписал, что к чему, и здесь при помощи циферок, при помощи нулей на таблатуре, я натыкал, собственно, ту самую партию, которую играл в прошлом видео. Увеличивающиеся, точнее, уменьшающиеся по длительности ноты. Увеличивающиеся по количеству и уменьшающиеся по длительности. Итак, что мы тут видим? Темп мы уже поняли, где прописывается. А вот выше штучка загоголенная, на которой сказано нотный стан. Это, собственно, нотный стан. Пять полосочек классические, абсолютно, из музыкальной теории. Такты здесь тоже обозначены вертикальной тонкой палочкой. Они пронумерованы точно так же, как в музыкальном редакторе. Четыре четверти размер перед глазами на нотном стане. И здесь же вдруг, откуда ни возьмись, взялись настоящие музыкальные ноты. Вот эти вот загогулинки, кругляшки с хвостиками. И сейчас мы о них в этом видео подробно и поговорим. Кругляшки висят над циферками, параллельно над табой, которая так и подписана таб традиционная. И, собственно, нужны здесь для того, чтобы... Ну, во-первых, для умных людей, которые нотами пользуются. Во-вторых, для того, чтобы обозначить длительность. Потому что в самой ноте длительность заложена в ее внешнем виде. Итак, целая нота – это кружок незакрашенный. Половинная нота – это незакрашенный кружок с вертикальной палочкой. Четверть – это закрашенный кружок с палочкой. Восьмушка – это закрашенный кружок с палочкой. И хвостиком наверху. Причем, когда две восьмые ноты стоят рядом, этот хвостик наверху как бы соединяется со следующей нотой. Они как бы собираются в такие стеки. Если вы посмотрите на самую-самую последнюю ноту, в самом последнем такте в этой таблатуре, вы, собственно, увидите, как записывается одиночная восьмая нота. То есть, просто хвостик. И то же самое вы увидите, если вы посмотрите налево, там, где выбиралка нот серая, тоже в маленьком виде отображена аутентичная одиночная восьмая нота, шестнадцатая, четвертая и так далее. И если вы с самого начала ошиблись в длительности ноты, которую поставили в свою таблатуру, можно слева просто ткнуть мышкой в нужную длительность. И нота длительность поменяет. Это же все-таки компьютерный редактор. Далее шестнадцатая нота с двумя хвостиками, тридцать вторые ноты с тремя хвостиками. Ну и меньше мы уже не упускаемся, потому что это уже там какое-то безумие начинается. Мало кто вообще играет шестьдесят четвертый. Но они здесь есть для самых внимательных. Есть. Можно это сделать. Не знаю зачем, но можно. Также в последних самых трехтактах таблатуры отдельно показаны вот красненьким подчеркнутые, как выглядит одиночная шестнадцатая и тридцать вторая нота. Давайте более внимательно посмотрим на самый последний такт и поговорим, почему же он все-таки красным подчеркнут. Дело в том, что гитар-про программа умная, и она следит за тем, чтобы в такте длительность соблюдалась. Что же это значит? Дело в том, что по музыкальной теории в такте обязательно должно быть четыре четверти, если вы поставили размер четыре четверти. Если в вашем такте по плану музыкальному всего лишь одна восьмая нота, то это будет незаконченный такт. Его надо чем-то закончить. Чем его закончить? Конечно же паузой. И вот здесь вот я поставил три паузы при помощи левого меню. Половинную паузу, четвертную паузу и восьмую паузу. Да, паузы имеют совершенно те же самые длительности, что и основные ноты. И для, соответственно, столько же. Выглядят они вот как вы видите, собственно, половинка кирпичек, четвертная пауза в виде молнии, и восьмая пауза в виде такой маленькой перевернутой восьмушки. Выбирают слева в меню. Сначала нужно нажать знак паузы, потом знак длительности ноты. При этом ниже в таблатуре пауза не обозначается никак, потому что в таблатуре нет обозначений пауз. Но паузы нужны, паузы важны. Музыки без пауз не бывает. С вами был Иван. Смотрите мои видео на моем ютубном канале. Подписывайтесь на мой канал. Пока.